Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В эфире радио «Балком» программа «Без антракта». Мы опять утром. Я ее ведущая Евгения Шерменева и у меня сегодня двое прекрасных гостей. Мы поговорим о спектакле группы «Квадрифронс» Эвертс. Арина, доброе утро. Доброе утро. Очень приятно, что вы пришли. В ноябре группа «Квадрифронс» показала премьеру нового спектакля. Этот спектакль играется в пространстве, которое постоянно занимает «Квадрифронс», как резидент цирка. Это специально сделана небольшая сцена. Как мне сказали, это бывший слоновник. Это конюшня. Теперь это уже делает, потому что, конечно, слишком много тоже нельзя. У вас работа, да. «Квадрифронс» делает много спектаклей в сезон. Сколько это получается? Вы же один из основателей, правильно я понимаю? Я один из основателей. Больше так не очень центрально не работаю. Совсем центрально все время. Но да, я там иногда опять работаю. Я даже не знаю, сколько у нас. 4-5 названий выходят в сезон. Да. Ну, только один сезон был, это второй теперь. Такой полноценный, да. Увидим тогда, как тоже летом работали мы. Был этот спектакль «Вацмамни Валс». Я посмотрела, мы его уже обсуждали с ребятами, да. Интересно. Приходили. И вот тоже ребят делали «Валмирс Вассерс Фестиваль». Для летнего театрального фестиваля, да. Там были две тоже спектакли. Значит, очень много мы работаем. Ну вот, надо смотреть, что было. Ну, у вас же есть такой… Арина, извините, я допрошу одного из основателей про то, как это вообще работает. У вас же есть такой костяк, основа, да, которая собралась, решила делать спектакли. Да. И вы постоянно приглашаете кого-то еще в гости. Вот как вас, Арина? Как меня. Арина, почему вы туда пошли? Откуда вас позвали? Вы сами узнали? Вы где-то пересекались? Вот как это все случилось? Как вас туда втянули? Вы же хореограф, я так понимаю. Ну, могу сказать, что это было однозначно неожиданно. Мне позвонил режиссер. С таким потоком информации он мне все рассказал. Я тоже на латышском очень быстро. Я пыталась уловить хоть что-то, хоть что-то понять. Но изначально как-то я решила, почему бы и нет. Я изначально как бы согласилась уже сразу в голове, потому что что-то интересное. И договорились о встрече, и пришли. Вот уже первая репетиция. И это была первая репетиция, когда ты сидишь и говоришь текста. То есть тебе не надо разминаться, тебе не надо… Тебе сразу надо хлопа играть, да? Не хлопа играть, а тебе нужно сидеть. Я как танцор-хореограф для меня это было сначала… А, это проблема, да? Да, да. Мне нужно было сидеть и что-то обсуждать. Мы, конечно, тоже обсуждаем и сидим, но все равно у нас на каждой репетиции присутствует движение. То есть мы все время двигаемся. И это было так. Сначала я приходила такая домой. Ну, что-то очень странное происходит. Мне кажется, круто, что ты сразу уже свою персону принесла и сказала, ну ладно, сколько уже можно сидеть, давай. Давай надо немножко… А, то есть это уже было придумано вами? Вот эти вот танцевальные такие имитации, вставки такие? Это режиссер, он заметил, что это может сложиться. Сработать, да. Да, это может сложиться, потому что, мне кажется, ну да, как-то была такая репетиция, что он предложил, давайте подвигаемся, и мы подвигались, и было всем так весело, задорно, и все как-то раскрепостились, и по-другому начали как-то себя ощущать. Поэтому, да, он заметил вовремя. Хорошо, мы сейчас вернемся, потому что это мне показало, что это очень круто сработало на придумку структуры, вот эту обманку, которую вы там используете. Потому что если бы не было этих перерывов, может быть, даже и не случилось бы того обмана, который случается в конце этого спектакля. Почему вы решили делать фейк-ньюс? И что это, почему это вас тронуло вообще? Я так понимаю, что вы же с Клавсом, да, это вместе придумали. Да. На самом деле у нас очень хорошее сотрудничество с Гейтерс Институт, и вот они у нас просто спросили, может быть, эта тема дезинформации, как могли бы вы что-то в театре с этим делать? Мне казалось, надо подумать, но и как-то эта идея пришла, что вот как-то мы могли бы взять то, что там, где мы на данный момент живем, посмотреть, что это этот фейк-ньюс, что мы с этим вообще в театре можем делать. Потому что, конечно, как вот надо, мы знаем, что вот есть такая дезинформация, мы можем это исследовать там академически или читать и об этом говорить, но на сцене, в театре надо найти, как ты из этого делаешь художество, да. И это было очень для меня важно, и об этом мы много с Клавом говорили, как можем мы там художество делать. Ну, то есть, как вы из темы, которая, собственно, является вполне документальной, вполне остро-социальной, да, которая представляет интересы в политическом значении тоже, как из этого сделать произведение искусства? Да, да. Чтобы это было еще, в общем, не просто какая-то декларация, да, о том, что вас интересует. Вот то, что, мне кажется, очень-очень важно, что театр не дидактический, да, нам не надо об этом рассказывать, как правильно читать, значит, медиа. Но это большая тема для нас, скоро было то, что вообще правда, кто эту правду конструирует. Спасибо. И вот, как это в всяких временах было, потому что это же ничего не нового, это фейк-ньюс. Была пропаганда, были всякие идеологии, и там всегда есть какие-то люди, которые, может быть, получше истории рассказывают. Вот еще перед телевидением и радио, и газетом, и Гутенбергс Галакси, значит, еще в каких-то временах всегда было кто-то, кто рассказывает истории так, что ты всегда, конечно, эмоции, тебе нужны какие-то рассказы, с которыми ты можешь жить как человек. И это всегда вот то, что нас, и эти рассказы, вот то, что нас в какую-то вот сторону берет. Утягивает, да. Да, и мы делаем что-то, потому что мы верим, что вот это правильно, и этот рассказ. Да, человек поддается, поддается он не столько, может быть, на тему, сколько на ту упаковку, которую ему предлагают, да. А ваша задача была, как художников, придумать упаковку для той идеи, которая у вас возникла. Да. И у вас же в этом спектакле вместе с вами, вот вы хореограф, работаете как актриса в этом спектакле, ну и как хореограф тоже, значит, вы все-таки своего добились в этом спектакле. Еще у вас есть актриса, которая постоянно, да, постоянно, одна тоже из тех, кто начинал группу «Квадрифрон». Которая на самом деле такой шеф там в «Квадрифроне». А и двое молодых людей. Рейнис тоже из этого самого «Квадрифрон». Основа, да? Да, и Андрейс, он сценограф, и он хороший друг вот Клавсу, мы работаем на данный момент на следующий спектакль в Национальном театре, он там сценограф, его вот как-то вот Клавс сказал, его надо, он хороший. Ну это же тоже в некоторой степени фейк, потому что когда вы выставляете на сцену четырех молодых людей, двое из которых актеры, а двое приглашенные, один хореограф, а двое хореограф, да, по сути, и второй вообще сценограф. Но на самом деле я сидела, и я в какой-то момент думаю, ну это же все неправда, это просто актеры, которые изображают вот таких людей. То есть вы действительно разыграли людей в этом спектакле очень серьезно. Я, правда, я спойлер, я думаю, все равно все знают, что спектакль идет как бы не столько, сколько заявлен, но это работает. Да, это интересно, что у многих это был такой сюрприз, шок, как это? У меня реально был шок, я в конце спектакля включаю часы и думаю, подождите, ну как же это, подождите, я ничего не понимаю. А где? Полезал даже, включил и другой телефон, там тоже не то время. Ну то есть я вам говорю о том, что вас обманывают на этом спектакле, обманывают сначала и до конца, на всех уровнях. Но если мы говорим о Арины, о Андрис, у других, которые с квадрифроном работают, там всегда мы смотрим, мне кажется, это как для квадрифрона это друзья, и просто что ты хочешь делать, что ты можешь делать. Вы открыты, да? Открыты, да. И, конечно, этот всегда тоже немножко, вот теперь будет концерт на Рождество, там всегда тоже такая эстетика немножко, как это, как это называется? Хулиганская такая, игры. Игри тоже немножко как, не декаденции, но немножко вот как, мы не умеем, но мы делаем. Ну как это? Ну мне очень понравилась, мне нравится очень стилистика вообще квадрифронт, как работает визуальная, то, что мне понравилось в фейк-ньюс, да, то, что я прямо увидела картинки, как я потом написала в своем отзыве, картинки из какого-то золотого периода Фольксбюна, когда вот эти вот перья, какие-то шортики блестящие, когда много всякой мишуры и все остальное, и это вдруг работает очень на такую театральность хорошую. Да, ну об этом мы как раз и думали, и, конечно, это тоже фейк-ньюс, ты всегда, это упаковка, и же надо быть шикарной, там надо быть вот с блестками и с блестками и всего. Да, да, это театральное. Как вы держите такой темп разговора? Ну то есть вы же очень быстро говорите. Ну условия, то есть там есть этот звоночек и все, это как будто твое. А звоночек, он отбивает ваш финал вашей, вашей каждого выступления? Или это ритм держит, или что? Вот как этот звоночек работает? Начало. Он отбивает начало. Начало и финал. То есть каждое вступление – это звоночек. Я знаю, что я буду, я хочу теперь говорить. И, конечно, тоже показывает, как мы, все хотят нам рассказывать что-то и медиа нашу голову. Я знаю, ваши самые, я скажу вот что, фейк-ньюс – это спектакль, в котором, вот мы сейчас говорим, да, это исследование обмана, исследование возможности людей увлечь каким-то очевидным, неправдивым информацией, и как люди на это ведутся и верят. И сколько это было во все времена, во всем мире, вы же там карты показываете, еще что-то, да, вы говорите о том, какое было впечатление о земле, о людях, и не только о том, что это происходит сейчас и в интернете. И мне очень нравится, что у вас стол завален всякими старыми книгами, в которых вы тоже находите эти цитаты. У меня вопрос. Там у каждого есть, ну, целый набор разных примеров, да, которые вы приводите в течение спектакля, примеров вот такой вот неправдивой информации. У вас, Арина, какая самая любимая? История? Да, какая у вас самая любимая история, которая вам кажется невероятной, но она работала же? Ну, конечно, все довольно хаотично, все это потом смешивается, все переплетается. Но мне нравится история о вот торговце, не помню уже, как его зовут, который хотел отделить Манхэттен от остального Нью-Йорка, чтобы спасти как бы сам этот Манхэттен. То есть, ну, такая история, она визуально мне представлялась, как картинка из мультика, но в то же самое время почему бы и нет, да. Отделить Манхэттен от остального Нью-Йорка. Самое сердце Нью-Йорка выделить отдельно, да? А у вас какое ощущение? Вот вы же были, вот я смотрела премьеру, по-моему, какой-то один из первых показов, вы тоже все смотрели, сидели и переживали, я видела вокруг сцены, да. А для вас, вот какое у вас ощущение, какая самая, вот вы, наверное, смотрели уже несколько спектаклей, какая самая, на что больше всего зрители реагируют, на ваш взгляд? Зрители очень нравятся самые абсурдные рассказы, где просто думаешь, ну, кто это вообще придумал, ну, как это может быть? А для меня самому мне нравятся как раз эти парадоксы, которые новые отношения, потому что у нас есть вот это, у каждого есть вот, значит, есть эти рассказы, вот, значит, полная тетрадь, и этот актерам или перформерам надо думать в то же время, как они слышат историю, что я бы мог рассказать об этом. Потом найти эту историю, и тогда вот можно с этой кнопкой, значит, я буду рассказывать, и там всегда этот парадокс, где они питаются какие-то истории, которые вообще, ну, никак не идут. Несоединяемые, соединить. Как-то вот соединить, и как раз там для меня, вот я человек, которому в театре как раз нравится это перформативное, что-то такое, что... Живое, представляющее. Живое, что возникает, потому что вам же тоже надо так концентрированно думать, и там вот этот процесс, это самое лучшее для меня. И, конечно, то, что ты говоришь, Евгений, что им, как они могут так много говорить, на самом деле, в конце они такие совсем уже вялые, эти актеры, потому что это очень трудно. Да, да. И мы сперва думали с Классом, что давай делаем там 4-6 часов, просто вот так весь вечер сидим и рассказываем. Я даже не знаю, как это бы было, надо было бы тогда тренироваться. Ну, это был бы такой эксперимент для зрителей тоже. Но тогда можно было бы играть, как я помню в свое время играли в Force Entertainment, когда они продолжают играть 12 часов, а зритель приходит, посидел, ушел, пришел, ушел. Когда так для зрителей это свободно. Да, да, вот так это и было. И, конечно, этот спектакль такой и думан, что он очень такой легкий, с юмором, но мы не хотели вот так там очень вот так серьезно об этом рассказывать, как правильно жить. Ну, мне кажется, в этом и есть прекрасность этого спектакля, что вы просто смеетесь над этими фейками на самом деле. То есть понятно, что где-то в жизни надо понимать, что это серьезно, где-то надо разделять и оставаться собой, чтобы не вестись на какие-то очевидные глупости, которые тебя уводят от тебя самого. Но в целом, конечно, это предмет для смеха, и мне очень понравилось, что вы так это сделали. Ну, круто, что это как-то произошло, что это смешно, потому что, конечно, ты не знаешь, и вот такой проект, как мы работаем, мы не знаем, как он, там нет пьесы, да, мы не знаем, как мы в конце, что там будет на сцене вообще, какая структура. Вы не сочиняете прямо руками в момент репетиции. И потом думаем, сидим с Клавом и думаем с режиссером, как мы могли бы структуру сделать такую, чтобы как-то это, ну, нельзя тоже так, что просто все время они там говорят. Чтобы это был спектакль, чтобы это был все-таки театр. Да, да, да. А не просто выступление отдельных людей, да? Ну, так мы вернемся к вашему фейку, с этому танцу. У вас же тоже такой танец, типа фейка немножко. Или как? Это нарочно было придумано или просто вот так получилось? Ну, так получилось, что одно из заданий, это еще как бы на ходу я это делаю. То есть я, у меня есть какие-то там, может быть, заготовки, но этот танец, он все время тоже разный. То есть, да, да, он вот в следующий раз у нас будет совсем другие какие-то движения, наверное, будут. То есть он тоже все время... А, то есть у вас вообще импровизация там идет? Да, для меня это импровизация, для меня это такой самый, такой, это азартный момент, поэтому это тоже еще такая нагрузка мощнейшая. И очень интересно, и мои знакомые, мои коллеги заметили то, что это подчеркивает... То есть мы пытаемся делать почти одинаковые движения, ну, то есть я же даю одинаковые почти всегда движения, но каждый по-своему, каждое тело двигается по-своему. И это еще раз так подчеркивает то, что вот для каждого все-таки своя какая-то есть, свои мерила, свое мышление, что свое тело, и оно реагирует тоже вот по-своему. И это дополняет, и в итоге, да, это чувствуется целостность, и вот... Ну, как вот, как актрисе там внутри, я чувствую, что это все вот так вот... Собирает потом, да? Да, да. Именно движение, именно то, что я там говорю, именно то, что я как там хожу, именно то, что я придумываю там на ходу. То есть в итоге это так вот... Такое приятное ощущение целостности. Ну, это такие разминочные пятисекундки, я бы даже сказала, пятиминутки, пятисекундки, которые разбивают вашу структуру на какие-то конкретные вещи, да, которые дают выдохнуть актерам от текста, которые дают зрителю немножко отстраниться, отстроиться, и потом вы начинаете новую волну. А вот эти четыре части, которые есть в спектакле, они же тоже там как-то у вас имеют внутренние, у каждой есть какая-то внутренняя тема, да? Не тема, а вот на самом деле задача. Мы думали об этом, чтобы не было так, что все, что зритель знал уже после первого части, как другие тоже будут, и поэтому мы всегда новые какой-то аспекты, задачу принесем. То есть вы делаете такой сбой для того, чтобы у вас не было, не шло это действие просто по одной ровной дорожке, да? И там есть, конечно, другие аспекты, например, мне кажется, в третьей части приходит этот почтальон, и теперь же… Письмо счастья раздают. Да. И теперь же мы, на самом деле, все время новые фейк-ньюзы, ньюзы тоже… А вы их туда как-то подкладываете, да? Да, и мне кажется, каждый день, каждый спектакль будет, конечно, сперва другой, потому что это отношение новой будет линии, как кто что придумает, что расскажет. Но другое то, что тоже всегда, каждый день есть новые какие-то смешные и не смешные, тоже очень серьезные. Иногда ньюзы, значит, как это по-русски? Новости, да. И вот, например, Зиннис, да. И вот Кейта, одна из продуцентов, ей прислали же Иллуминаты имейл, вот мне кажется, две-три дня назад, что если она хочет, она может подписаться в Иллуминаты, значит, войти в эту группу, они будут ей, значит, помогать, а если ей это не интересует, тогда даже не надо ничего отвечать, и это очень серьезно, что здесь происходит. Мне кажется, что этот имейл пойдет в следующий фейк-ньюз-спектакль, потому что это, ну так, конечно, весело и тоже абсурдно. Но вы меня сейчас удивили, рассказав о том, что существуют, оказывается, до сих пор последователи идеи плоской земли. Это вообще, конечно, совершенно прекрасно. Есть прекрасная... Я же лечу на самолете, я же вижу ее все время, да. Да, да, да. Есть прекрасная BBC, тоже документарный фильм об этом, и как они тоже пытаются это с каким-то, значит, research, и показать как физика или что-то такое. И да, то, что важно в этой ситуации, что у этих людей, которые, может быть, один в Риге, один в Нью-Йорке, где-то еще один, они могут в наших временах найти в интернете и сделать, значит, друг друга найти, сделать группу об этом думать. И это показывает, как тоже эти медиа работают. Конечно, это красиво, что у нас есть эта демократия, мы можем об этом все говорить, что мы думаем. На другой, с другой стороны, конечно, вот какие-то экстремальные идеи, какие-то смешные идеи, или вот может найти других людей опасные идеи. Они делают группы, и они могут, значит... Начинать расти тоже, да, и разрастаться. Конечно, это, если мы так серьезно об этом говорим, это другое, что-то новое в нашем обществе, что вот каждый может сказать... Доступность информации, она становится... И то, что я... Оборачивается тоже чем-то другим, да. То, что каждый может сказать то, что думает, и там нету какой-то фильтр, да. Когда-то был редактор фильтра в газете, и, конечно, и тогда было же тоже идеологии, и этот редактор писал то, что... Ну, был какой-то фильтр... Были другие рамки, да. А теперь рамок нет, и это оборачивается наоборот тоже очень часто чем-то не... Ну, для меня, например, это оборачивается, я все время страдаю от того, что я страдаю по поводу русского языка, я думаю, что очень многие латыши страдают по поводу латышского языка, что когда нету вот этих рамок, когда нету редактора, когда нету человека, который следит за правильностью речи или за грамотностью текста, тогда начинает, конечно, язык очень растворяться вот в примитивном исполнении, когда не нужно его тянуть наверх. Да, да, да. Потому что многое можно написать анонимно в интернете, то есть ты почти не несешь за это ответственность, никто не знает, что это вот я написала. Да? Ну, когда вы актеры на сцене, всегда знают, что вот это Арина работает. Да, да. Да, тут не скроешься ни зачем. Тут не скроешься. Даже за имиджем вы не даете скрыться, потому что вы, в общем, выходите, как сами вы здесь. Да. С одной стороны такой фейк, а с другой стороны это маска-маска. Ну, мы об этом работали, приехала в Ригу такая Катарина Оберли, которая однажды работала в «Шиши-поп», такая немецкая группа, очень знаменитая. И мы с ней работали об этом, как быть аутентическим на сцене. И, конечно, это всегда форма, это придуманная перезона. Если даже я говорю «я здесь», но я вам играю. Я про это и говорю, что Арина, вы в жизни одна, а когда вы гримируетесь, надеваете на себя все, что на вас там… Шубу. Да, шубку, да, это пушок, то, конечно, мы становимся с некой другой Ариной, которая уже работает там совершенно иначе, правильно? Ну, не знаю, может быть, это так. Ну, отчасти да. Что-то все равно маска какая-то. Маска, образ, да, он как бы внешне, он очень заметен, но я все равно стараюсь поделиться. У меня вот условия, у меня вот этот весь процесс запущен, и я делюсь им довольно, ну, органично. Я не додумываю, не придумываю, я вот делюсь, поэтому как так. Поэтому так, ну, что, будут еще какие-то перспективы работы, вам понравилось? Мне понравилось. Ну, это очень здорово. Это выход из зоны комфорта, такой очередной, и однозначно на пользу. Да, я всем очень рекомендую следить за тем, что происходит в группе «Квадрофронс», и не только в цирке, но и в других местах, где играет эта группа. Спасибо. Цирк – это просто замечательное место. Вы там оборудовали, мне кажется, совершенно приятное пространство для того, чтобы в нем находиться. И я так понимаю, что у вас сейчас будет тоже что-то новогоднее? Да, будет на Рождество, будет концерт, где коллеги придумали, что эти деньги, которые два концерта будут, и деньги, которые за билетами придут в «Квадрофронс», они пойдут дальше для животных. А, отлично. То есть вы поддерживаете цирк без животных и поддерживаете свободу животных. Да, да, да. Я тоже очень это поддерживаю. Вот у меня, правда, две собаки веселые, но очень не люблю животных на сцене. Да, это… Это я не люблю. Совсем другое. Так что надо прийти к вам на концерт, поддержать животных свободных и свободных людей, и молодых людей, которые делают свободный театр. И вообще, ходите на группу «Квадрофронс», потому что кроме фейк-ньюс, есть еще и рейл-театр. Да. Да? Спасибо большое. Спасибо вам. Всего доброго.